МОСКОВСКАЯ ПРАВДА 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 И при этом масштаб фигуры самого Ипполитова Иванова еще нам предстоит осознать и оценить, потому что он в себе, во-первых, оставил колоссальное композиторское наследие, неизученное. Дирижер Большого театра, этнограф, один из крупнейших. По линии еще русского музыкального общества молодым человеком его направили в Тбилиси, он там основал тоже учебное заведение, школу, потом она переросла уже сейчас в училище и в консерваторию. И заложил основу тоже композиторской школы за Кавказье. И сейчас 7 учебных заведений носят его имя. Вот тоже такой случай нечастный, нет, в России. На Кавказе, в Тбилиси. Здесь у нас Кострома, Ростов, Гатчина, где он родился, 3 учебных заведения в Москве, школа, колледж и наш вуз. При этом, это было создание нашего института, мы ровесники ВГИКа. Это были первые проявления новой власти в сфере культуры, отношения к культуре. Был создан ГИК, созданы мы. ВГИКа более заметно отмечают, поскольку это единственный в своем роде институт. Единственная киношкола, да. А наша система, вы правильно сказали, это вот треугольник этот, это как бы московская школа, они стали неотъемливой составляющей ее. Вот, ну, конечно, вообще в этой сфере Россия, если вот посмотреть на ее функцию в истории, то, пожалуй, это самая мощная ее вклад и миссия. Это вот, если говорить о революции культурной, так вот она вот реальную, в самом лучшем смысле слова, революцию произвела в мире. И более 100 лет является генератором в основном всех процессов в этой сфере, абсолютным лидером по школе, по воспитанию новых имен, новых талантов, которые уже вошли в историю навсегда, стали признаком 20 века и сейчас наши музыканты. Другое дело, что мы теряем позиции, нас это беспокоит. Кто нас поджимает? Нас поджимают Китай, Корея, Япония. Они изучили. Вот они сейчас функцию подхватывают нашу, которая была в конце 19 века, когда вот спираль замкнулась на России, вот развитие музыкальной культуры. И то, что мы привнесли, они осознали это, что это влияет не только, так сказать, ну на развитие самого искусства музыкального, это влияет в целом на социальную среду и на, ну, во-первых, на развитие личности, ничто, как музыка, не может ее развивать, тут нет альтернативы, потому что человек, который познал это искусство, у него другие ресурсы видения мира. Это правда, да. По-другому его видеть, он воспринимает его гораздо богаче. И вот Эйнштейн сказал, если бы я не был скрипачем, я бы не стал бы ученый. Это влияет в целом на интеллектуальную среду в обществе, на ее уровень, а если ее уровень высокий, то рождаются во всех сферах великие дела, как это и было в России. Вот когда мы взошли на олимп мировой культуры, у нас пошел прогресс во всех областях. Сейчас подхватили это китайцы, японцы, корейцы, они вкладывают огромные средства. Они очень трудолюбивые. Они понимают, что молодежь ориентирована на саморазвитие, на высокую культуру. У нее нет каких-то психических искривлений, у них нет других интересов. Они не будут там заниматься всякой ерундой, наркотиками, черти чем. И это совсем другая страна. Мне рассказывал профессор Пекинской консерватории, что у них 50 миллионов человек занимаются фортепиано в Китае. Да, я это знаю. Это просто о-о-о. А какие, если бы вы видели, какие они строят залы, учебные заведения, это 22 век, понимаете, по оснащению. 23, я думаю. Но, тем не менее, все-таки русская исполнительская школа славится. И мне кажется, нужно сохранять те традиции, которые у нас есть. И вы как раз этим занимаетесь. Мы занимаемся. Мы для этого создали и фонд «Русское исполнительское искусство» для поддержки, прежде всего, педагогов. У нас как-то не до конца понимают, что рождение звезды – это тандем. Педагог и талант. Причем энергетические затраты педагога в нашей сфере – это индивидуальные занятия, это, в принципе, родительская функция абсолютно от 5-6 лет до его полного уже запуска на орбиту состоявшегося человека. Такой прецедент тоже нигде не найти. Да, русские мамы самые пожертвованные. Я как-то шутил, как наша школа создавалась. Мы приглашали лучших людей со всего мира, платили им самые высокие в Европе зарплаты. Педагоги тогда получали больше футболистов. Вот если мы придем к этому пониманию, то мы школу сохраним. Потому что энергетические затраты, интеллектуальные, требующие какого-то образования, оснащенности, понимания этой профессии великой… Да, просто годы, годы занятий музыкой. Годы занятий, они гораздо больше, чем, скажем, профессия футбольного тренера. Я почему беру футбольного? Потому что это у всех на слуху, и все это все понимают. Потому что есть и баскетбольные тренеры, и хоккейные, и так далее. Это примерно одно и то же. Но почему-то там крупный такой мировой бизнес, и там достойное, так скажем, отражение их клада. Ну вот и да, это действительно парадокс, потому что все-таки классическая музыка, она в последние лет 10-20 достаточно капитализировалась, скажем так. И цены на билеты выросли, и все это стало более таким раскрученным. Но при этом педагоги как получали, так и получают немного. Педагоги получают не то, что немного, а перестали идти в педагогику. Так вот, наша школа держится на 5-6 человек уходящего поколения, которые дают лауреатов. Что будет дальше, мы не знаем. Если мы в ближайшие годы как-то не сориентируемся и не сделаем с учетом мировой конъюнктуры какие-то подвижки, мы, конечно, лидерство потеряем, тут просто нет вопросов. Хотя у нас все говорят, да, мы непотопляемые, у нас талантливая страна, у нас все будет. Но в этой сфере важны традиции, они передаются из уст в уста. Потому что накапливается школа веками, а исчезнуть может на глазах одного поколения, и потом опять понадобятся века. Это нематериальная сфера. Вот если нет передачи в одном поколении из уст в уста, того, что накоплено до него, теряется школа. Это только понимают профессионалы. Да, это правда. Но давайте поговорим о веселом. О веселом. О юбилее, собственно, Ипалили Иванова. Нам жить очень весело. Да, о его столетии. Я знаю, что на этой неделе откроются памятники ему. Начните торжественное мероприятие с этого. Это, конечно, такое событие, я считаю, вообще национального масштаба. Вот скульптор Айдын Зейналов. Айдын Зейналов. Это молодой, очень талантливый скульптор. Его по всему миру. Сейчас вот на нашем фестивале в Италии, очень черные, фестиваль российско-итальянской культуры, который уже 7 лет проходит. Он там два памятника своих поставил. Верди и Пучини. Готовится еще памятник Леон Ковала. А в этом городе как раз они жили, лечились. И Верди, и Пучини, и Россини, и Гарибальди. Там очень знаменитый в этом плане курорт. И там, и он знаменитый культурными традициями. И в Москве у него есть, хотя он уже, так сказать, еще молодой, у него все впереди. Но у него уже очень много работ. И мне кажется, у него такое большое будущее. Потому что я не профессионал, но не могу считать себя ценителем, критиком, серьезным этого вида жанра искусства. Но то, что это не Церетели, это понятно. От него веет, вот от каждой его скульптуры какой-то веет аура живого человека. Мне кажется, это самое главное. Ну, можно будет посмотреть на этот... Да, приглашаем. Завтра в 12 открытие... Памятник, да, на Марксистская 36, он будет находиться по этому адресу. Марксистская 36 рядом с институтом, да. Но главное событие 3 декабря у вас будет большой благотворительный концерт, в котором принимают звезды классической музыки, участие. И Максим Венгеров, и Башмет, и Березовский, и многие-многие-многие. И одна из целей этого гала-концерта, а потом и музыкального марафона, который вы планируете в будущем, это как раз сбор средств на реконструкцию вашего прославленного вуза. Да, вы знаете, вот институт прошел огромный путь, вот от школы для рабочей молодежи. Вот Ипполитов Иоанн, кстати, его, так сказать, идеи того периода сейчас приобрели еще большую актуальность. Он мечтал приобщить широкие слои общества к академической культуре, делал специальные, разрабатывал программы для солдат, для рабочих, для детей. И сейчас мы немножко потеряли аудиторию. У нас культивируется все в академических кругах, а страна в информационном поле высокой академической культуры очень мало. Слава Богу, появился канал «Культура». Но все равно это работает на очень небольшой сегмент по сравнению с тем, на который работают государственные каналы. На государственных каналах этого почти нет. И мы вот делаем специальные проекты, чтобы приобщить молодежь к этому. У нас есть много идей в институте и по линии фонда. Такие проекты, как музыкальный образовательный театр, как возрождение кастрольной карты России, где мы с нашими стипендиатами поехали в глубинку. И там мы увидели, что выросли целые поколения, которые даже не видели живых музыкантов, они знают, что это такое. И у нас были аншлаги. Нам говорят, почему нет на государственных каналах, говорят, не рейтинг. Во-первых, каналы сами формируют рейтинг, это их прямая функция. А во-вторых, это рейтинг, и мы в этом сами убедились. Потому что народ истолкновался по-настоящему. Так вот, мы начали говорить об институте, о нашей материальной базе. Институт, в общем-то, как говорится, вырос из своей одежды, потому что у нас та же база, которая была для училища московского подчинения, которого не требовало там общежитие, рассчитано было на москвичей. А сейчас это и училищ, и колледж, и вуз федерального статуса, в котором более 70% или 60%, я уж точно сейчас боюсь сказать, но точно не меньше 60% иногородних. И они устраиваются сами по себе, при этом у нас есть конкурс, при этом к нам хотят. И сейчас у нас и полный цикл, ассистентура, аспирантура, в общем, так же, как в Несенке и в консерватории. А база несопоставима даже с каким-то там провинциальным вузом. Нам все понимают, что это нужно, но вот как-то до нас пока еще не доходили руки, потому что были проекты большие с большим театром. Слава тебе, Господи, там построили Марьинку, пошел какой-то процесс в культурной сфере, вложение каких-то в нее консерваторию, реконструировали в ГИК, очень большие деньги получил на реконструкцию построенного издания. Я думаю, что в год ваше столетие вы следующие. Пришла, но чтобы об этом все узнали, мы инициируем такой музыкальный марафон, и я счастлив и благодарен, что крупнейшие музыканты поддержали эту инициативу, пришли к нам, играть будут бесплатно, и мы надеемся, что хотя бы что-то, хотя бы мы хоть на предпроектную документацию сможем собрать, поскольку у нас будет несколько крупных концертов в течение года в разных жанрах, и будут звезды фольклора, и будут звезды эстрады, наши выпускники, наши звезды. Давайте напомним, кто закончил вообще институт Ипполитова Иванова. Это Людмила Зыкина, Алла Пугачева, Александр Малинин и многие-многие-многие другие. Многие звезды эстрады, Максим Венгеров, Михаил Воскресенский. И в сфере классики у нас, во-первых, Ипполитов Иванов сразу привлек лучшие силы того времени, сразу задал колоссальную планку. Он как раз хотел, чтобы создать конкурентную среду, чтобы и консерватория, это будет влиять и на ее уровень, чем будет больше у нас учебных заведений, и они между собой будут как-то соревноваться, это будет повышать наш общий уровень, это очень ценно и полезно. И его традиции очень живы, он заложил очень хорошую демократичную атмосферу, атмосферу любви какой-то, свободы. У нас очень инициативные студенты, это у нас как бы в традиции, очень находчиво, очень хорошо приспосабливаются в жизни. У нас почти 100% трудоустройства было всегда. Так что это такие показатели важные, за которые борются. У нас эти как-то традиции существуют. Но мы надеемся, что столетие каким-то образом нам поможет. Это все-таки такой праздник. Нас знают за рубежом. Поскольку мы имеем статус музыкально-пиадического узла, наши дипломы очень ценятся за рубежом, потому что они дают позицию преподавательскую, профессорскую. Без нее они всегда берут на работу, и они просят, очень многие к нам обращаются, чтобы сделать совместные программы, чтобы получать совместные дипломы. То есть у вас и международный статус большой. Да. Это очень... По идее, если так по-хозяйски к этому подойти, то поскольку у нас институт-то не так давно, им 25 лет, а до этого был среднее звено, то создавая как бы новый ВУЗ, есть смысл вкладывать в него все передовые технологии, чтобы как-то двигать. Потому что консерватория должна отстаивать устои, традиции. В Несенском институте у нее более широкий спектр направлений. А в чем ваша изюминка? Академия. А наша вот как раз изюминка, конечно, что мы могли бы внедрять, испытывать, экспериментировать новые тенденции, которые в мире существуют. И поскольку к нам есть со всего мира интерес к нашим... То есть вот такая музыкальная лаборатория практически для экспериментов. Да, чтобы опробировать какие-то новые идеи, новые программы, и внедрять их потом и в консерваторию Кнесенку, и где захотят. Ну и при этом сейчас вот тут создается новый кластер культурный. Слава тебе Богу, что такие пошли тенденции позитивные. Когда мы начинали в начале 90-х, мы были в глубом подполье таком. Нас никто не слышал. И слово культура вообще не звучало. Ни из уст первых лиц, нигде. Сейчас, слава Богу, пошла эта тенденция. Уже можно спокойнее немножко жить. Ну и нельзя терять бдительность, потому что мы действительно... Было бы бесхозяйственно потерять один из наших таких оставшихся важных приоритетов в мире. Вот. Так вот сейчас, слава Богу, как-то начинают обращать внимание. И как раз вот мы бы могли готовить кадры для этого кластера, которые будут строиться там в Севастополе, в Калининграде, в Владивостоке. Там несколько крупных городов, будут там и театры строиться, учебные заведения. И там, конечно, нужны будут педагогические силы. Это самый будет главный вопрос, потому что на местных педагогах они уровень международный не смогут дать в любом случае. Либо надо их воспитывать здесь, либо вахтным моментом туда приезжать. Это отдельный вопрос. Но вот мы могли бы тоже в этом поучаствовать. У нас все для этого есть, чтобы такие кадры готовить. И то, что мы для страны уже за сто лет сделали, это доказывает. Нет, безусловно, Ипполитова Иванова – это бренд. И я желаю в год-столетия вам всяческих удач, чтобы все задуманно реализовалось. И чтобы тот энтузиазм, который вот сто лет импульс назад вы получили, вы его сохраняли и передавали дальше. Да, я надеюсь, что следующий век не уступит этому. И я надеюсь. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам сегодня и рассказали об этом. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Спасибо.